Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! 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 Саркомой край резекции был положительным. Пациентка умерла через 8 месяцев от прогрессированной. Также надо сказать, что при первичном поступлении данной пациентки входящий диагноз был хондросаркома G2. Функциональный результат по МСТС у данной группы пациентов в среднем составил 19 баллов. Из осложнений. В трех случаях пациенты умерли. Причина смерти в двух случаях была тромбомболия легочной артерии и в одном случае ишемический инсульт головного мозга. У двух пациентов намечался вывел головки эндопротезов, что потребовало проведения хирургических вмешательств. У четырех пациентов при контрольных эндологических исследований намечались переломы винтов без клинических проявлений. Здесь представлена таблица осложнений по Хендерсону. Необходимо отметить, что большинство осложнений составляли первые и третьи типы осложнений. На сегодняшний день разработаны решения для большинства резекции костей таза, но и они требуют дальнейшего развития, оценки отдаленных результатов и не претендует на золотой стандарт замещения дефектов костей таза. В качестве перспектива необходимо отметить, что в совершенствовании поиск новых способов производства индивидуальных протезов, поиск новых материалов для реконструкции тазового кольца близким к костной тканям, разработка оперативных вмешательств и дизайн эндопротезов, учитывающих биомеханику таза при помощи 3D-технологий, трансляция разработанных методик на другие разделы клинической медицины и 3D-биопринтинг костей таза. В заключении хотелось отметить, что мультидисплинарный и персонализированный подход с применением компьютерных 3D-технологий позволяет выполнить радикальные хирургические вмешательства и адекватную реконструкцию удаленных семейных костей таза с хорошим функциональным онкологическим результатом, но необходимо проведение дополнительных мультицентровых исследований в рамках саркомной группы и создание эффективной экономической модели лечения данной группы больных. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.